С 1 октября началась призывная комиссия. Этой осенью в части южного и западного военных округов отправятся 2500 волгоградцев. Кроме того, 25 призывников будут направлены в президентский полк. Для прохождения альтернативной гражданской службы направлен один человек. У нас есть определенный на сегодняшний день разнарядка по видам и родам войск. Я могу сказать, есть у нас все виды. Ракетные войска стратегического назначения 16%, сухопутные войска 54%, военно-воздушные силы 6%, ВМФ 7%, ну и другие части центрального подчинения. Медицинские комиссии посетили свыше 15 тысяч призывников. Из них негодны по состоянию здоровья около 30%, что несколько ниже, чем в среднем по России. Около 1000 человек находятся на лечении. Если брать по нозологиям, то в Волгоградской области каждый пятый призывник страдает заболевание опорно-двигательной системы. То есть это искривление позвоночника, плоскостопие. То есть более 20% призывников списываются по этим статьям с расписания болезни. Каждый десятый призывник страдает заболевание нервной системы и каждый десятый призывник страдает заболевание пищеварительного тракта. Это язвенные болезни, гастрит. Но, как всегда, не обошлось без эксцессов. Прокуратура направила 100 представлений об устранении нарушений. 96 должностных лиц подверглись дисциплинарным взысканиям. Было возбуждено 9 уголовных дел по факту уклонения от призыва на воинскую службу. Наиболее типичными в деятельности военных комиссариатов являются нарушения законодательства при предоставлении гражданам отсрочек, в том числе в связи с обучением. Использование призывными комиссиями для решения вопроса о предоставлении отсрочек справок об обучении неустановленного образца. Такие факты, к сожалению, были в ходе весенней призывной кампании, выявлены нами в деятельности призывных комиссий Красноармейского, Октябрьского, Центрального, Николаевского, Новониколаевского и других районов области.